Живые деревья можно вернуть лесу. Речь идет о елках, пихтах и соснах, которые начали осыпаться после Нового года. Они станут прекрасным удобрением для других растений, так считают активисты экологического Рязанского альянса. Для этого не обязательно ехать далеко, достаточно грамотно выбрать место. Когда вы приезжаете в лес, вы неоднократно обращали внимание на текелажные стеллажи древесных остатков, которые лежат аккуратными кучками. Это говорит о том, что лесники проводили санитарную робку и порубочные остатки просто аккуратно сложили. Ваши елки можно также аккуратно складывать рядом с этими кучками, лесники сильно сопротивляться не будут. Если вы не можете найти такие площадки, то дерево лучше отвезти подальше от обочины, вглубь лесного массива. Перед утилизацией его обязательно нужно раздеть, то есть удалить все игрушки, мишуру и дождик. Иначе оно может спровоцировать несанкционированную свалку. Если человек видит брошенный пакет мусора в лесном массиве, где-нибудь там в зарослях, у человека два пути. Либо выбросить свой же мусор туда же и поехать заниматься своими делами, либо попытаться это убрать. К сожалению, со вторым все реже. Другой способ широко применялся в Советском Союзе и Европе – это изготовление кормов для животных. Принять деревья в этом году готовы в Рыбновском районе. Связаться с координатором можно на сайте Эры. В обмен на старую елку рязанцы смогут пообщаться с лошадьми, козами, кроликами, кошками и собаками. Однако экологические активисты считают, что идеальным способом будет общий сбор деревьев, которые в прошлом году организовывала Дирекция благоустройства города. Ели и сосны нужно расщепить, а дальше их можно использовать в качестве удобрения зеленых насаждений. Напомним, что ель начинает сбрасывать иголки через 10 дней, а сосная пихта – через две недели после сруба. Галина Кудряшова, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».